В сентябре в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, в Хабаровском крае будут выбирать и губернатора, а на этой неделе начались довыборы депутата в Краевую Думу по Советско-Гаванскому одномандатному округу. Вот по опыту скажу, довыборы в региональный парламент никогда не являлись чем-то особенным. Понятно, что основной состав Краевой Думы уже сформирован, и по большому счету, ну не так уж важно, какая партия победит на довыборах, ведь на расклад сил это не очень повлияет. Но на этот раз все не так. По мнению некоторых экспертов, довыборы в 15 округе станут индикатором для всей политической системы Хабаровского края. Сегодня в пятницу, 23 апреля, голосование началось, оно продлится три дня. Основной день выборов приходится на 25 апреля, в воскресенье. О ходе голосования поговорим буквально через несколько минут, пока же еще одна деталь, которая касается избирательного процесса. Накануне мне, не знаю как вам, пришло письмо от портала Госуслуги с предложением принять участие в тестовом дистанционном электронном голосовании. Такая общероссийская тренировка началась 22 апреля. Принять участие в тесте может любой гражданин России в возрасте от 18 лет. Заявление можно подать до 7 мая. Сама тренировка пройдет 12, 13 и 14 мая. Во время нее будут полностью воспроизведены все этапы голосования. От регистрации и авторизации до самого голосования и подведения итогов. Ну вот что по поводу тренировки сказала председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Панфилова. Цитирую. «Мы надеемся, что в тестировании примет участие не менее миллиона человек. Это позволит обеспечить реальную нагрузку на систему, оценить надежность, безопасность, стабильность ее использования. Важно, чтобы люди доверяли этой форме голосования как дополнительной возможности участвовать в выборах». Конец цитаты. На этой неделе прошло первое организационное заседание нового состава избирательной комиссии Хабаровского края. Был избран председатель комиссии, его заместитель и секретарь. С новым председателем Денисом Кузьменко давайте и поговорим о довыборах и о тесте дистанционного голосования. Он сейчас находится в Советской гавани. Тем не менее он у нас на связи. Денис Александрович, добрый вечер. Как проходит первый день голосования на 15 округе? «Я хочу сказать, что все избирательные участки открыты. На каждом избирательном участке работа организована с 8 часов утра. До 14 часов избирательные комиссии участковые осуществляли выезд для голосования вне помещения. А с 14 часов до 20 осуществляется голосование в самом помещении для голосования». «Насколько активно избиратели идут на участки? Много людей пришло сегодня?» «Ну вы знаете, сегодня первый только день трехдневного голосования. Не скажу, что избирателей много приходят на участки. Вы сейчас вот видите, что пока небольшой перерыв, затишье. Ни одного избирателя нет. Но в целом люди подходят, люди знают, что выборы организованы, что выборы проводятся». «Еще одна тема, которую хотел бы с вами обсудить. На этой неделе начался прием заявок на участие в тестовом дистанционном голосовании. Что это вообще такое? Зачем это нужно?» «На самом деле хороший вопрос. Я сам хотел с вами этот вопрос обсудить. Вы знаете, что сейчас вводится новый инструмент, новая возможность для избирателей проголосовать вне помещения для голосования удаленно через сайт госуслуг. Для этого необходимо подавать заявку и после подачи заявки голосовать в день голосования, в те дни, которые установлены в избирательной комиссии, абсолютно удаленно. У нас в этом году, в частности на дополнительных выборах депутатов Краевой Думы такое голосование предусмотрено. И я не уверен, что такое голосование будет организовано на выборах депутатов Госдумы. Тем не менее, избирательная комиссия, центральная избирательная комиссия проводит сейчас тренировку. Это тренировка всероссийская, и наш Хабаровский край тоже участвует в этой тренировке. Приглашаем всех жителей Хабаровского края, всех избирателей попробовать новый инструмент, попробовать проголосовать. С 21 апреля по 7 мая осуществляется прием заявлений для голосования дистанционно. Да, спасибо за информацию, удачно вам поработать. У нас на связи из Совгавани был Денис Кузьменко, председатель избирательной комиссии Хабаровского края. Продолжение следует...